Приветствую вас, Мария. Я так понимаю, что вас зовут Мария. Я прочитал ваш текст. Я, наверное, обращу ваше внимание на отдельные части текста, на отдельные составляющие текста. Ваше, потому что он такой, достаточно большой. Вот. Первое. То, что он мужчина врет. Это связано с тем, что человек стыдится своих собственных чувств, своих желаний. Не принимает их. Это первое. Ложь и вранье здесь необходимо воспринимать исключительно как личную проблему человека, не имеющую к вам никакого отношения. То есть человек, условно говоря, врет не вам, а врет сам себе. То есть любое лодчество, в принципе, обман ценного себя. Вот. И к вам, еще раз повторю, его вранье никакого отношения не имеет. Никакого отношения не имеет, но при этом, если вы чувствуете, что вас задевают его слова, его реакция, его действия, его поступки, его... Собственно говоря, вранье. Вот. Если вы так чувствуете и так ощущаете. То вопрос, это вопрос, этот вопрос уже как бы к вам. Вот. То есть этот вопрос уже как бы к тому, ну, что вы хотите. Вопрос, ну, вопрос этот касается именно того, насколько вы в себе уверены. Насколько у вас есть свои, ну, насколько устойчиво ваше представление о себе. Вот. Дальше. Значит, что касается того, что мужчина порно зависел. Это страх эмоциональной близости, страх сексуальной близости, ну и, соответственно, незрелость. То есть, да, мужчина ваш незрел, да, мужчина ваш фантастилен. Вот. Но. Но. Обратите внимание, что вы его таким приняли, и вы пытаетесь, как я сказал мой коллега, его поменять. Это ключевая ваша ошибка. Потому что, чтобы мужчина прочувствовал все последствия своей, своего вектора поведения, да, вот. Необходимо, чтобы он сам, чтобы он сам и только сам столкнулся с последствиями своих действий. Понимаете? Чтобы он только сам столкнулся с последствиями своих действий. Не чтобы вы ему подсказали, не чтобы вы ему помогли, не чтобы вы... Значит, как-то его наставляли на, там, не знаю, путь истинный, да, вот. А именно, именно, чтобы он сам увидел это. Чтобы он сам увидел, куда он идет. Чтобы он сам увидел, в какую сторону он двигается. Только так, как это не парадоксально, да, только так, можно его, условно говоря, чему-то научить. Только так, можно что-то изменить. Только так, ситуация станет, ну, хотя бы, немножко другой. Только, только таким образом, ситуация станет немного, немного иной. Дальше, что касается долгов, то запрос долгов, именно, именно, именно долгов, на мой взгляд, связан с тем, что у человека нет личных границ. То есть, вот, как таковые, да, личные границы у человека отсутствуют. И именно поэтому, именно поэтому, потому что у человека отсутствуют личные границы, он и делает то, что делает. То есть, я имею в виду, что он долезает в долги, вот, к сожалению. И проблема в том, проблема в том, что если вы, вот, ну, грубо говоря, с мужчиной начали встречаться, да, если вы начали с мужчиной встречаться с таким, то, скорее всего, и у вас тоже личных границ нет. Понимаете? Какая, какая штука? Вот. То есть, у вас тоже есть, вероятно, проблемы с личными границами. И вам желательно в этом, в этом направлении по работе. Что касается вас, то с вашей стороны ситуация очень сильно напоминает созависимость, к сожалению. То есть, когда вы, вроде бы, понимаете, что мужчина, мужчина вам не подходит, когда вы, вроде бы, понимаете, что человек, ну, вот, влияет на вас как-то деструктивно, да, когда вы понимаете, что человек, ну, не застоятелен, как мужчина, вот, но все равно вы с ним в отношениях находитесь. Вот. И все равно пытаетесь его как-то, значит, переубедить, да, все равно пытаетесь его как-то перевоспитать и так далее. Вот. То есть, это очень похоже на созависимость, к сожалению. Я могу быть не прав, я не претендую на истину, но вот, но похоже на созависимость. То есть, вы зависите от человека. Вы пытаетесь, пытаетесь его воспитать, вы пытаетесь его поменять, вы пытаетесь ему помочь. Ну, будете ли вы его увозять после этого, после такого? Будете ли вы его увозять после того, как поможете ему, к примеру? На мой, на мой взгляд, нет, не будете, на мой взгляд. На мой взгляд, вы не будете для него, делая для него то, что вы хотите делать сейчас, вы не будете его увозять. Хотя, понятно, что, возможно, вы и не будете с этим согласны. Вот. То есть, у вас есть определенная нуждаемость в нем. И тонкость вся заключается в том, чтобы понять, что представляет из себя, вот это ваше в нем нуждаемость. Что она такое, эта нуждаемость. Понимаете? И если вы сможете разобраться с этим моментом, если вы сможете разобраться с тем, почему вы привязаны, условно говоря, к человеку. То есть, я вот не помню, я не буду сейчас перечитывать ваш текст, но я не помню, чтобы вы говорили, что любите своего мужчину. Вот. А если вы разберетесь со своей потребностью в нем, если вы разберетесь со своей потребностью в нем, то я уверен, что ваша ситуация будет гораздо лучше. То есть, посмотрите вглубь той ситуации, да, посмотрите вглубь той ситуации, которая происходит. Вы хотите найти мудрый совет молодому человеку, да, вы хотите ему помочь, но чтобы что. Зачем? Вы хотите ему помочь для себя, ребят. Я не знаю почему. Может быть потому, что вам жалко времени, которое вы потратили на него. Вот. Может быть, может быть, есть какая-то еще причина, о которой вы нам здесь не говорите. Вы не должны. Вот. Но то, как активно вы пытаетесь найти проблема молодого человека, как активно вы пытаетесь ему помочь, наводит все же на мысль на ум, что вы себе в нем нуждают и хотите его превосчитать. А самое главное, таким, как он есть, вы его не принимаете. И я даже с вами согласен, что не всегда и не обязательно принимать человека человека таким, как он есть. Иногда можно вести себя человеком так, что он лучше, чем он есть. Я с вами согласен и здесь, и в этом, и в этом тоже. Но очень важно понимать, что чтобы вести себя человеком так, как будто он может быть лучше, чем он есть на самом деле, нужно сперва принять его таким, какой он есть. И допустить для себя, допустить, что он не изменится. Дальше. Дальше. Так. Как сделать вы наше лечение? Никак. Это исключительно только его выбор, и этот выбор не совершится, пока вы будете с ним рядом. Оставаться жить в машине без морального спокойствия секса, понимаешь, что нельзя. Помогите мне, пожалуйста, как мне поступить? Как поступить, чтобы что? Вот, знаете, меня мучает мысль, что он же меня любит, и, возможно, есть какой-то мудрый способ оказать ему психологическую помощь. Вот этот момент, что вас мучает то, что он вас любит, вас мучает именно то, что он вас любит. Это ключевой момент. Почему вас мучает, что он вас любит? Вы боитесь потерять человека, который вас любит? Вы именно боитесь потерять того, у кого есть вам чувства. Почему? Почему? Понимаете, вот то, что вас мучает, это проблема вашего восприятия. И об этом нужно говорить, об этом нужно бескереть, почему вас это мучает. Ещё повторяю. Да? То есть не просто вот, что вот, ну да, ну любит, ну вот вот да, вот, ну вот такая история. Нет, именно мучает. И у этого, опять же, есть причина, понимаете? Есть причины, по которым вы терпели его враньё снова, есть причины, по которым вы, ну, терпите его какие-то вещи, да, терпите то, что вы неудовлетворены и прочее. То есть вот это всё, это уже ваша история. Для чего и почему вы терпите? Вы можете сказать, ради любви. Нет, не ради любви. Не ради любви, потому что, потому что, если бы это было, было бы, ради любви, если бы это было потому, что вы его любите, то сперва бы вы любили себя. А любить бы себя, вы бы никогда, никогда не позволили бы себе потерпеть какие-то вот вещи. Ну, я имею ввиду терпеть моменты, элементы, которые вас как-то притяжняют, как-то ограничивают, как-то вот, ну, короче. Такая вот история. Вот, я надеюсь, что мой ответ вам поможет. То есть как поступить, чтобы что? Определитесь со своими желаниями, Мария. Определитесь со своими страхами, если они у вас есть. Определитесь тем, что вас мы учим. И вот еще после этого принимайте отношения. А мы психологи, вам поможем. В целом, я думаю, что мой коллега брав, говоря о том, что у вас детско-родительские отношения с парнем ждет отношения мне взрослый, вот, и от сыра вытекают все следствия, все болячки, ну, отношения к тому, которые могут быть к сожалению. Если вам этого не хочется, то нужно, нужно, нужно что-то менять. И в первую очередь менять нужно в себе. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.